Большая йога, гимнастика йога, предназначена для того, чтобы человеку в целом распределить энергию по организму. Она хорошо распределяет энергию по организму, но она не омолаживает. Вот сама йога, когда упражнение делается по 2-3 минуты каждое и много разных упражнений, она не обладает омолаживающим эффектом, она просто балансирует энергию в организме и тоже хорошо. В принципе, можно йогой лечить все боли, убирать в организме, восстанавливать все воспаления, убирать. То есть в целом баланс с помощью йоги возможен. Но вот дыхательная гимнастика, если вы, допустим, задержку дыхания делаете, задержки дыхания, вот это омолаживающая методика, она может продлить жизнь. Но надо это делать, я поэтому и вам не даю это, потому что это очень опасный метод, его надо делать с инструктором и хорошо знать, как правильно делать эти задержки именно вам. А инструкторов таких мало, хороших. Если человек просто ходит, допустим, в зал, где там вот эти вот, он там качается, там все вот это, это очень хорошо для здоровья в целом. В основном укрепляет мышечную систему, улучшает кровообращение, дает тонус хороший, но, скорее всего, не будет очищать организм от шлаков, омолаживать глубоко, потому что это интенсивное воздействие и быстрое. А надо это делать долго, спокойно и непрерывно, чтобы глубоко в психику и глубоко очищать организм. Но это тоже очень полезно. Я тоже вот, у меня дома тоже есть вот такие вот, я иногда тоже делаю там что-то такое. Чтобы мышцы тоже тренировать, надо обязательно. На беговой дорожке может пройти очищение, но зарядка будет слабее. А если вы после беговой дорожки посидите на свежем воздухе полчаса, то будет тот же самый эффект. Вы побежали на беговой дорожке полтора часа, потом посидели на природе и вы зарядились. Все. Может на и после делать, не обязательно во время бега. Какие методы лечения вас интересуют? А? Цигун? Цигун это такая методика, она дает очень сильный баланс и контакт с природой. С помощью цигуна можно установить связь с природой очень сильно, потому что человек делает вот эти упражнения, он вдыхает, выдыхает, и он устанавливает контакт с природой и таким образом сильно заряжает батарейки. Но очищение организма происходит, если вы это будете делать долго, непрерывно, понимаете? Не отвлекаясь, там полтора часа цигуна уже идет увеличение продолжительности жизни. Еще какие методы? Ну это то же самое, например. А как бы дали йога? Ну как бы йога и есть йога, то есть это просто гимнастика. Но я знаю, что это другая, там больше на дыхательные упражнения не упирают, там в лотосе сидеть, там энергию поднимать вверх, подпрыгивать на попе, там пытаться взлететь. Я понимаю, как бы, ну... А когда стоишь, вот неподвижно стоишь, очищаются тонкие каналы, то есть идет увеличение продолжительности жизни. Тонкие психические каналы очищаются, и хронические заболевания проходят в результате. Понимаете, есть хронические заболевания, это в тонком теле глубокие зажимы в организме. Эти зажимы никак не вытащишь наружу, никакие противовоспалительные средства не помогают, ничего. Только если человек долго постится, не долго не означает много дней подряд, а означает раз в неделю делать пост, то у него постепенно начинают прочищаться эти вот зажимы тонких каналов. Если он стоит неподвижно, это происходит, после 25 минут стояния начинается уже прочищение вот этих... У человека есть 4 цилиндра в целом. Первый цилиндр отвечает за кожу и подкожную клетчатку. Второй отвечает за всю кровеносную систему. Третий отвечает за все внутренние органы. И четвертый отвечает за нервную систему, за всю, самый глубокий. И там же находятся гормональные функции в четвертом. Если человек стоит где-то непрерывно полтора часа или возле дерева, или так, неподвижно стоит, то у него доходит до четвертого цилиндра уже. А когда он стоит 50 минут, у него уже пролечивается первый полностью. А где он стоит? На улице или дома? Лучше на улице, конечно. Что тут с равным? А? А? Возле стенки? Ну, можно возле стенки, чего нельзя. Но если вы на стенку так облокотитесь, то очищаться организм не будет, потому что это не аскеза. Я могу, допустим, тоже, я научился стоять на левом боку после еды. Вот прям стою на левый бок и стою вот так. 40 минут иногда даже. Отдых хороший. После еды хорошо лежать на левом боку, отдыхать. Или гулять, или сидеть. Всем людям по-разному посмотреть, попробовать. Ну, то есть я встаю на левый бок после еды. Но это не очищение организма. Это просто отдых. То же самое, я к стенке встал, а так расслабился. Это не очищение организма. Это вот выпрямлять осанку. Если вы стоите все-таки на ногах, не опираетесь на стенку, а просто держите осанку, то это нормально. То есть не расслаблено, а твердо, активно стоять надо. Тогда будет очищение организма. И оно идет следующим образом. Сначала все тело отекает. Это значит, что энергия в каналы втыкается, но пробиться не может. Отек наступает. Потом дальше идут мурашки неприятные. Кажется, что я как будто умираю. Мурашки какие-то, болезненные ощущения. Или жар. Это значит, пробивается энергия. Потом еще хуже ощущение. Человек чувствует, что у него все тело онемело. Сейчас вообще умру. Вот онемение такое. В теле онемение наступает. И потом легкость. Вот когда легкость наступила, с этого момента начинается только очищение организма. Обычно вот легкость наступает после 25 минут стояния. А вот эти все спецэффекты начинаются после 15. А если вы простояли 45 минут, то у вас первый цилиндр очищается уже. Ну даже, наверное, после 35 минут. То есть каждые 15 минут потом очищается по одному цилиндру. Как часто? Как часто, если вы 4 цилиндра очищаете, то лучше это делать раз в 5 дней. А если вы один, то можно каждый день. Да? Да пусть они говорят, что угодно. Какая разница? Ну почему врут? Если человек верит во что-то, это действует. Вера человека действует. Стояние в храме еще круче. А еще молиться, когда стоишь, вообще супер. Потому что еще судьба побеждается. Когда человек стоит неподвижно или, понимаете, есть положение тела, побеждающее судьбу. Я вам расскажу их сейчас, если хотите. Когда человек стоит неподвижно, он способен терпеть свою судьбу, как дерево терпит, так и человек стоя. Когда человек на коленях стоит неподвижно, он принимает, не просто терпит, он принимает судьбу. Терпеть означает, как бы задолбали, но я смогу вытерпеть. Он говорит, терплю. А принимает, означает, он расслабился уже. Его долбают, а он как бы уже расслабился. Это более сильно, да. На коленях стоит, это сильнее, чем просто стоит. А когда человек садится еще на ягодицы, это называется поза алмаза, еще сильнее, тогда он пробивает судьбу уже. Это еще тяжелее так сидеть. Когда человек сидит в позе лотоса, вот у него сплетены ноги, или полулотоса, когда одна нога, у него увеличивается концентрация внимания на молитве. То есть он становится очень осознанным, и память у него очень сильно контролируется, о чем он помнит, то есть когда он в лотосе сидит. Когда человек в позе бабочки садится, это означает стопки вместе, колени, как можешь, просить, спина немножко полусогнутая. Так стопки вместе, коленки разодвинул. Это поза бабочки. То это положение очень сильно умиротворяет и успокаивает, предназначено для людей, которые находятся в стрессе или в депрессии. Положение умиротворяет, делает человека таким спокойным, гармоничным, такой счастливый становится. Аква-аэробика. Я вот эти вот, я вам перечислил все положения тела, которые нужно использовать для молитвы. И если вы молитесь долго, вы, допустим, находитесь в одном положении тела, не можете дальше находиться в нем. Меняйте на другое положение тела и опять неподвижность. И потом на третье, потом на четвертой. Их всего пять, поэтому хватит вам менять. Можете встать, неподвижно стоять. Когда человек молится и идет, у него включаются мысли. Когда человек ходит, он думать начинает. А когда он стоит, включается разум. Когда человек не двигается, всегда включается разум, побеждает судьбу. Когда человек движется, всегда ум включается. И он молитву направляет события какие-то, ну, как бы, обдумывает их. Легче понимать все становится. Осознание приходит. Но чтобы побеждать судьбу, нужно не двигаться. Иначе ничего не победишь. мало кто в этом соображает моих лекциях есть много этого материала на эту тему изучать я на фестивале благость есть у нас на сайте фестиваль благость такой зайдите туда там есть лекция на фестивале благости читаю про здоровье много говорю там можно послушать там лекции об этом вот это судорогой сводит это это третья стадия вот смотрите первая стадь ничего ну как вторая стадия да я по ней понял чего выступает это вот значит первая стадия отек отекает все люди начали отекают учу меня заставлю отекать вот вторая стадия или жар начинается или судорогими свой этот 2 стать пробиваются энергия пробивается на третьей стадии не имеет вообще такое ощущение что у тебя там вообще как бы ты не чувствуешь свою ногу выжали геннадь вы чем меня заставили и на четвертой стадии легкость и тогда поймете что олег геннадь вас заставил когда всю легкость появляется в теле поднимите руку кто дошел до четвертой стадии в каком-то упражнении и легкость пошла вот есть люди видите четыре человека уже героически то есть в этого момента начинается омолаживание организма то ваш вопрос да поза бабочки раз давайте для плохого сна я все советы вам дам все что я знаю поза бабочка раз длительная ходьба 2 она расслабляет и улучшает сон или бег но не вечером а только утром вот дальше перед сном вечером полчаса 40 минут теплая не горячая не холодная теплая температура тела ванна которая расслабляет успокаивает следующее горячее молоко за час до сна с липовым медом то есть натуральным но липовым понятно да вот горячее молоко обязательно и мед молока надо пить немного не надо упиваться и иначе она не переварится значит следующее что помогает заснуть не смотреть на ночь телевизор если хотите заснуть можно включать медитативную музыку перед сном но не перед самым сном а чуть пораньше и музыка чтоб это там ну медитативная такая музыка space там был зодиак такие там спейс зодиак такие ансамбли найдите раньше были это медитативная музыка она успокаивает вот такую музыку можно включать на ночь или вот так такую допустим типа вот таких вот тоже раньше была модно медитативная музыка не нашел чуть аэробика аквааэробика нормально все что в воде движение в воде она расслабляет улучшает обмен веществ продлевает продолжительность жизни воду никто не отменял вода это источник жизни и здоровья поэтому все любое что в воде происходит это все хорошо если йога в парной это немножко опасно это как бы улучшает гибкость быстро то есть прогреве йога с прогревом это быстро улучшает гибкость там все но это нагрузка идет на организм сильная можно перегрузиться особенно больным людям опасно такие вещи идет растяжки это это вот это омолаживание человек долго в растяжке находится идет омолаживание это как йога тоже мало же не организмой и висит человек вот идет очищение организма ну то же самое ну то есть когда человек неподвижно находится в каком-то состоянии идет воздействие на тело статическое то идет прочтение тонких каналов просто надо быть осторожным чтобы это бани вор там помните фильме там старом его повесили за руки он погиб можно погибнуть же перебесеть вы спрашиваете какие методы лечения вас чего на а массаж гуаша хороший массаж он такой возбуждающий иммунитет там синяки ставят человеку как бы на тело и эти синяки они пролечивают кстати тоже хорошее воздействие это банки баночки ставят когда это убирает напряжение в теле то есть через вот эти вот синяки кровь когда над вытягивают она выходит лишняя кровь и напряжение вместе с ней выходит то есть это тоже метод снятия напряжение но хорошо ставить на спину банки не надо на груди ставить на интимные части тела на шею не надо ставить только на спину лучше всего на попу можно ставить вот на ноги лучше всего на поясницу просто самое безобидное крапива это такой возбуждающий иммунитет метод если крапивой пристать муравьи улучшают пищеварение муравьи когда кусают там муравьи на эту кислоту это все сильно активизирует пищеварение для улучшения пищеварения висцеральный же массаж живота мой хороший у меня был случай у одного моего знакомого был диагностированный рак кишечника мы сделали висцеральную терапию он умер через две недели потому что стали появились множественные метастазы если вы уверены что у вас животе нет никакой опухоли тогда делайте висцеральной терапии массаж внутренних органов надавливанием это хорошая методика она лечит печень там кишечник просто массаж массируют внутренние органы но если у вас там есть опухоли и и размассировать то тогда будет только хуже массаж чего на воле но это тоже самое висцеральная терапия все то же самое то есть это разные модификации да еще напомнили меня пожалуйста не ходите к этим хиллером как их ну вот эти которые как бы достают что-то из живота там из печени вот в целом поймите что такое в целом возможно ну то есть человек может зайти в ткани человека с помощью молитвы это возможно раздвигает пространство можно но я думаю что если один хотя бы такой человек на земле сейчас есть это большая удача который может так делать это очень высокий уровень развития личности а эти там как бы бродяй бродяшки которые бабки заколачивают ездят они в основном заниматься внушением то есть человеку просто вот он делает и говорит все у тебя этого нет и человек потом начинает в это верить и у него в какой-то степени изменения происходит понятно если там камень сидел желчном он так и остался ничего не поменялось но если у него там какие-то воспалительные процессы от такого вот ощущения что у него вытащили он начинает в это верить и там начинается лечебный процесс через веру это происходит но в целом это шурлерство это чистейший обман ничего у вас не вытаскивают они просто имитируют кровь там шарики раздавливают там фокус можно знаете фокусники это крутые люди я вот просто у меня есть знакомый фокусник он берет вот так вот у него в руке сахар да он берет вот так раз нет сахара потом раз есть опять потом не из уха его сыпет ну то есть то ли они без пальцев зажимают я не знаю ну то есть они просто могут делать так чтобы вообще не заметить что они вытворяют понимаете поэтому как бы ну сделать так чтобы вам засунули руку в живот и высунули они могут это сделать и как будто не трубца все как бы и вытащить там какой-нибудь фигню вам покажут в крови вот не надо в это верить это просто обман и все гипнозом тоже не лечитесь потому что когда человек гипнотизирует другого человека он действительно я гипнотизировал людей я знаю что это есть это бывает то есть можно загипнотизировать человека можно отучить его курить даже гипнозе вар в армии баловался там 1 загипнотизировал он забыл даже что он курит представляете мы потом солдаты три недели как бы объясняли что он курил и он закурил потом просто они они его на ней просто его задолбали но вообще он как бы бросил но во время гипноза когда ты гипнотизируешь человека в его сознание могут зайти духи и человек которым гипнотизировали может сойти с ума такие случаи есть это демонический метод воздействия очень опасной поэтому никогда не пользуйтесь гипнозом также таким же очень опасным демоническим методом является голотропное дыхание в это время у него тоже психика как бы он перестает контролировать свое тонкое тело свою психику в это время в тело могут зайти духи и это очень опасно ну если живая нормально разговариваете значит вам повезло все нормально просто я говорю что бывает заходит и человека как бы картинка раздваивается потом понимать а а вот теперь слушайте насчет мануальной терапии есть две школы мануальной терапии есть школа мягкой мануальной терапии когда ну что-то нажмут и держит допустим там аккуратно чё-то куда-то вытягивают там и так далее двигают ногами аккуратно там двигают головой но все очень медленно аккуратно спокойно вот эта школа она классная но специалистов очень мало хороших и 2 школа это когда тебя встают так вот здесь вот может быть мгновенная смерть вы уж извините я просто знаю случаи когда человеку просто сворачивали шеи бывает у человека очень особенно у женщин очень нежные позвонки если так раз то она и все ауто гемотерапия она это ну как бы это авторитетный метод если человеку свою кровь другое место будет то резкий взрыв аммунитета происходит и человека улучшается равно как бы активность иммунитета увеличивается также следует знать что уринотерапия когда свою мочу человек пьет это тоже древний метод лечения это описано ведо этот метод предназначен для того чтобы когда человек на терминальной стадии заболевания находится когда его ничего уже не лечит человек начинает пить свою мочу и он таким образом возбуждает очень сильно ну то есть вот допустим тот же рак вот вся информация о раке находится в моче человек пьет свою мочу и у него взрыв происходит иммунитета то есть организм узнает опухоль начинает с ней сражаться от того что он пьет свою мочу это когда человек неизлечимой болезнью болит и он не знает что делать уже то он может попробовать этот метод он может вылечить это такие крайние способы лечения но если человек абсолютно здоровый пьет свою мочу то он оскверняется и становится слабо ну то есть его разум начинает он терять разум начинает потому что моча все что с нижних центров идет она вас верняет человек поэтому собственной мочой лечиться можно только когда ты уже уходишь из жизни ну как можно так сказать но она просто оскверняет человек оскверняется остеопат или телесно-ориентированной терапии это вот я уже объяснил что это они лечат нервную систему расслабляют человека успокаивают и через успокоение лечится все остальное как мармотерапия это сильная методика любые точечные точечное воздействие на тот точки это очень сильная медицина и в целом есть две школы одна школа это она основывается на рефлексотерапии в основном нажимаются на точки связаны с нервными с нервной системой и в этом случае то же самое как и иглоукалывание лечится просто обезболивают человека там улучшаются функции в организме вот а есть но этот метод более сильный чем иглоукалывание потому что иголки именно на нервную систему больше влияют а вот точки когда нажимаешь они во все физиологические функции влияют вот а есть мармотерапия аюрведа ведическая она берет другие точки связаны с пихи че это психические центры организма и это очень мощная и лечение но очень опасно и нужно что пользовался человек который понимает что он делает это же такая серьезная школа медицины нужно быть аккуратным рэйки это больше самовнушение это хорошая методика но она основана на внушении то есть человек верит что он подключился к высшему какому-то источнику если он верит он подключается в это время если не верить не подключается но как таковой энергии вот этого треки которые от одного человеку просто так передается потому что тебя посвятили это все бред полный для того чтобы человек получил к это божественную энергию должен заслужить это понимать надо много аскезы совершать там молиться и бог с милостью виться даст тебе эту энергию а так просто раз ты кого-то инициировал тебя есть и перед энергию теперь у тебя это основывается на самом внушении это работает и это тоже но как бы но в целом это работает но работает именно вот если человек поверил что в него входит божественной энергии в него и входит божественной энергии соответствии с его чистотой разумом и верой но с таким же успехом ты можешь пойти в храм просто помолиться и будет тоже самое не обязательно деньги за это платить да а я не знаю что такое вас что только айвасу не не знаю чек слышал но это на грани фула лучше не связываться потому что это опасное место если вам не то его отправили то может быть проблем бани давайте про баню расскажу посмотрите баня это мощный метод снятия напряжения с организма который используется с древней культуры еще время как бы описывалась эта методика вот смотрите как надо правильно париться первое дуба не за два часа и в бане нельзя кушать и нельзя пить никакие фрукты есть нельзя пить кроме травного чая без сахара и без меда это первое и даже минеральную воду нельзя там пить потому что это тоже нарушает нормаль здоровье вот прежде чем париться нужно всегда обязательно то есть есть целом два варианта если человек постоянно мерзким холодно он должен сначала посидеть в парной очень мало и на низком паре потом дальше он должен охладиться лучше все охлаждаться водоеме допустим если вы вы мерзли не сильно холодная вода должна быть но прохладно и можно конечно и под душем но это менее эффективно лучше где-то сидеть это самое лучшее лучше в воде воде сидеть после парной потом уже посильнее пар и потом как бы если и потом всегда заканчивать хоть холодно путь вам жарко всегда заканчивать охлаждением нужно не нагреванием вот следующее правило если вам жарко по жизни вам надо сначала остыть где-то охладиться а потом уже в парной идти то есть есть два варианта в целом и и запомните никогда не делайте пар слишком высоким температуру температура должна быть где-то 70 80 градусов это самое оптимальное для здоровья если больше то будет просто нагреваться снаружи организма внутрь прогрева не пойдет теперь самая лучшая баня это или то есть это баня с паром всегда самое лучшее это с паром сухая баня опасно и потому что она сжигает слизистые особенно вы если в это время еще сухая баня вы еще какой-нибудь аромамасло еще в лепите когда у вас там точно все сгорит вот аромамасла в бане это на грани фола то есть это очень опасно потому что не дай бог не то масло и вы сильно воздействует у вас потом не заснете там ну самой бане вы ничего не почувствуете а потом будет какие-то проблемы могут со здоровьем начаться лучше никакие масла не используйте баня должна быть или из липы или за сины сосна там дуб это все не очень но в принципе тоже нормально но липа и осина это самое лучшее потому что они успокаивают расслабляют и человек топорится в баню достигает эффекта от а цель это снять напряжение баня для этого предназначена вот когда человек парится лучше всего лежать в бане самое физиологическое лежать там не надо делать упражнение парной это очень опасно для здоровья вот лучше все лежать можно расслабленно сидеть париться веником можно только тем у кого много жира и вот веник гонит жир а если вы худой человек и еще напряженный еще вас лупят то тогда вы точно не расслабиться вот если человек толстый как бы такой много жира тогда вот веник он помогает выгонять токсин из организма париться лучше не чаще одного раза в неделю когда человек ездит на машине таксист допустим или человек перелеты делает то ну допустим человек ездить на машине постоянно то после каждой длительной поездки которая длится больше двух-трех часов нужно лежать 40 минут теплой ванне и тогда у вас здоровье сохранится потому что вибрация снимается только водой и мы вот допустим с моим помощником когда мы куда-то едем или перелетаем мы сразу потом в баню идем после перелета даже если через три дня было рак дистанция потому что вибрация самолета снимается только бани лучше всего если говорить о полетах то лучше всего летать спереди и заранее покупать ну регистрировать чтобы сидеть впереди потому что вся вибрация уходит назад самолет а спереди почти нет вибрации она в разы отличается спереди и сзади вибрации самолете не надо ничего кушать можно пить только воду когда человек кушает самолете в самому он теряет здоровье перед самолетом надо покушать за где-то за за час за два на голодный желудок тоже не надо летать зеленый чай это напиток который содержит все кофеин это наркотик поэтому его можно пить только наркоманом если вы наркоман то вы можете пить его где хотите там уже разницы нет больше после бани можно поесть сразу можно поесть после бы нет проблем в бане не надо есть после бани хоть сразу можете поесть проблем никаких нет вообще просто если это вечер поешьте вечернюю пищу если это день дневную если утро утреннюю баня режим дня не отменяет противопоказание бани это очень плохое здоровье если у человека прединсультное состояние сильно повышается давление у него допустим тяжелое заболевание суставов там еще чего то тогда с бани выздоравливать не стоит начинать лучше начинать просто двигаться потихоньку очищать организм а потом уже подключать баню потому что баня хороша для здоровых людей для тех у тебя более организм более-менее выдержит нагрузки если в целом есть какая-то патология серьезная с бани не нужно увлекаться и также вот если у тебя злокачественная опухоль тоже будь осторожен с бани ну то есть это не способ вот возле дерева ставится злокачественной опухоли по полтора часа это супер это всегда только за только помогая особенно хвойные деревья которые в целом рассасывают опухоль склоны к рассасыванию вот теперь я вам расскажу про наши методики немножечко закаливание вот вы в бане в ванне в бане побыли в конце бани надо зай можно залезть прорубь там в купель конце а потом кутаться надо сильно если вы прошло час после бани вы залезли прорубь вы можете заболеть простуды купель лучше конечно даже сравнение от нику после бани нужно сильно кутаться и даже когда вы спите сделайте два раза больше одеяла после бани чем обычно после бани человек будет сильно мерзнуть поэтому нужно кутаться нам ночью особенно прогреться сильно после бани надо иначе можно заболеть ладно давайте расскажу про наши методики чем мы занимаемся там у нас есть два вида лечения камнями ну то есть есть они называются черно-белая схема и цветная схема у каждого человека как бы есть два блока энергетических один внутренний блок один наружный внутренний блок связан с пальцами наружные связан с запястьем у каждого человека или нагревается внутренний блок или нагревается наружу у всех людей по-разному или внутренний на перегрев идет или снаружи или в снаружи холод сна внутри тепло или снутри и холод снаружи тепло черные камни они убирают холод а белые камни убирают тепло вот называется черно-белая схема инь-янь то есть камни подбираются абсолютно индивидуально у каждого человека каждая фаланга связана со своей планетой вот мы подбираем ту планету которая работает у к этого человека мы тестируем его и вы можете кстати кто лечится камнями узнать на какой фаланге у меня какая работает планета и по этой информации вы можете легко понять какие вам камни драгоценные допустим носить если меркурий рабочий меркурий допустим рабочие у вас то можно изумруд носить если юпитер то желтый камень так далее вам информацию могут предоставить потому что она уже есть то есть вас протестировали у вас это есть эта информация вот у каждого человека на каком-то пальце только свои можно носить кольца камни у нас все белые камни они связаны с разными планетами все черные тоже мы все это протестировали нас порядка 150 видов черных и белых камней общей сложности которые мы используем вот мы собрали по всему миру и мы обработали их они 10 каратные большие камни потому что именно 10 каратов камень пробивает энергетику человек драгоценные камни должны быть не меньше 4 5 каратов тогда они влияют на судьбу а если камень непрозрачный не драгоценный то он должен быть 10 каратов чтобы влиять на здоровье человек мягко как бы у нас вот такие размеры камни обрамлены в металл который тоже индивидуально подбирается есть металлоохлаждающие нагревающие нейтральные мы используем все три индивидуально подбираем вот эта черно-белая схема она ставится только на ночь и днем она используется как вспомогательное для ношения корней потому что ночью человек охлаждается сильно и многие люди именно ночью получают заболевания связаны с перенапряжением то есть человек спит когда он сам не замечать что он перенапрягается у него суставы начинают страдать позвоночник психика напряженной становится иногда он даже спать из-за напряжения не может и вот бессонница очень хорошо лечится именно этой черно-белой схемы это мой личный опыт я с детства плохо сплю вот самого раннего детства у меня очень чувствительный сон и уже в течение четырех лет я каждую ночь надеваю черно-белую схему где бы я не был и я всегда сплю с ней то есть даже если много перелетов я все равно одеваю камни и засыпаю то есть это мощнейшая методика для лечения бессонницы и улучшение организма во время сна аллергию тоже хорошо лечить с помощью черно-белой схемы у меня уже на аллергия там у нас на юге много амброзии растет целое поле рядом с нашим домом брозе и в этот раз мы применили следующий метод то есть она перестала есть жареная совсем в эти два месяца когда аллергия она перестала есть подсолнечное масло перестала есть помидоры и все острые специи каждый день или через день вечером она ложилась на 40 минут в теплую ванну и вечером на ночь она одевала черно-белую схему и у нее не было аллергии вот эти два месяца она не шмыгала все то есть полностью мы нейтрализовали эту болезнь это хорошо лечится кожные болезни аллергии с помощью черно-белой схемы также черно-белая схема вот эти камни поняли что это черно-белая схема пять камней ставится на руку пять камней на ногу и четыре кольца еще и они распределяются по организму в зависимости от вашей конституции вот ну то есть эта методика сильно лечит детское слабоумие у нас у мы уже начали научную работу по этому поводу потому что много хороших результатов дцп аутизм у всех хорошие результаты идут кто дети носят можно даже с года носить эти камни ребенку и улучшается работа психики потому что причина слабоумие это напряжение а черно-белая схема сильно расслабляет ребенка а дети так как они сами по себе подвижны они поздно двигаются им заряжаться не надо а если люди лечатся нашими методиками и не бегают достаточно и не ходят то они потом будут чувствовать истощение организма потому что методы сильно энергетически затратные много энергии забирает в организме чтобы воздействовать на него есть цветная схема то есть черно-белая схема ставится ночью а цветная схем то есть используют цветные камни точно также на четыре пальца запястья и лодыжка и они предназначены для того чтобы человека лечить днем когда некоторые страдают от солнца а некоторые от луны те кто страдает от солнца они лечат со цветной схемы и ночью носят и и днем а те кто страдают от луны носят ночью черно-белую то есть вот у нас две методики с камнями есть еще метод такой метод не распространены то есть есть еще у нас как бы методики которые связаны не с лечением а просто стонизированием организма и это методы они сочетаются с украшениями это лечебные украшения то есть у нас есть разные виды у нас есть сережки лечебные есть кулоны если вы решили себе украшение с драгоценными камнями покупать лучше покупайте у нас потому что это будет влиять на ваше здоровье еще одновременно если вы просто купите неизвестно что там будет потому что все камни действуют на человека действует сильно вот то есть есть украшение которое сильно тонизирует человека вешаются такие кулоны на грудь они из девяти камней состоят драгоценных разных а есть украшение которое состоит из двух видов камней они снимают напряжение но улучшают концентрацию внимания во время работы есть кольца которые предназначены для того чтобы балансировать психику человека и защищать его от воздействия людей там различных как когда ему чувствительность у человека высокая все это делается с драгоценными камнями также есть цепочки успокаивающий психику детей у допустим ребенок перевозбужден ему подбираются бусы эти бусы мы вкатываем пластик такой чтоб ребенок их не порвал и ребенок носит и он им его расслабляет он не так так такими как бы его расслабляет носят эти бусы есть такая методика вот потом дальше у нас есть такой уникальный метод он такое достаточно также бюджетный то есть он не такой дорогой там по моему где-то 12 тысяч рублей это стоит на целом и лечение дорогой потому что она индивидуально и мы наблюдаем человек в течение года с ним работают врачи это метод пояс то есть есть такой камень офиокальцит и у него много много цветов разных кроме этого камня ничего на пояс нельзя поставить никакие другие камни все перегружают но этот камень он делает уникальные вещи то есть первое он снимает внутреннее напряжение человека убирает пояснице поясницы все напряжение человека копится и камень убирает это внутреннее напряжение второе улучшает питание всех органов то есть он улучшает возможность зачать гормональные функции по-женски по-мужски вот он способствует лечению всех остальных методик то есть этот пояс он как катализатор если мы коруста вместе с поясом то воздействие коры и корней многократно усиливается потому что этот пояс он энергетику внутрь организма вводит он хорошо используется его хорошо носить в машине он противовибрационный когда человек занимается йогом йога он расслабляет тело легче делать упражнения если вы ездите в машине постоянно или в самолете лучше этот пояс одевать тогда у вас не будет напряжение в организме то есть он снимает вот это напряжение вот пояс подбирается по числу человека у каждого человека есть индивидуальное число два четыре шесть восемь четыре варианта всего именно женские цифры лечат потому что еще мужские один три пять семь девять эти чист цифры напрягают человек не лечит мужики всех напрягают поставим поэтому муж мужскими цифрами мы не лечим мы же лечим только женскими а женщины всех расслабляют если нехорошие индивидуально подобраны ну у нас также есть еще мы взяли вот все вот эти вот таблетки арведические всякие китайские и мы тоже индивидуально подбираем у нас есть такая методика тоже ну вот все наши методы я вам описал есть еще индивидуальный подбор диеты который скоро заменится программой которые я вам рассказал уже попасть очень просто вы просто полняете анкету здесь вам просто звонит и с вами потом бесплатную консультацию дают все объясняет или можете просто на сайт к нам сами позвонить бесплатно это же бесплатно консультации вам все объясняет чем можем чем не можем как с вами лично мы можем и все вот так все несложно лечение дистанционное приезжать к нам не надо все подбирается в дистанционно все выбирается если мы не попали мы высылаем опять вам что-то еще там ну то есть идет работа с человеком дистанционно чуть задержка еще где-то на две-три недели идет задержка но зато вам ездить никуда не надо это такой вариант лечения который экономит деньги на поездку на там на жилье на еду так но принципе я вам рассказал про все методики лечения и и и Субтитры создавал DimaTorzok